И всем привет, ребят! С вами Стройка, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим замечательным анонсам, а именно списку обновлений. Это второй видеоролик, посвященный как раз таки нашим обновам, которые выходят у нас с анонсами в четверг. Ну и этот видеоролик будет у нас в более негативном ключе в связи с той информацией, которая у нас завтра уже станет реальностью. Все обсудим, разберемся, ну а дальше вы выскажите свою точку зрения в комментариях к этому видеоролику, согласны вы со мной или нет. Если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике установите мы личный такт, тактимп, дальше уформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. В списке обновлений, а также в завтрашнем ивенте у нас появляется замечательный спецпачок, даже не спецпачок, а элитный пропуск с скин-контейнером за 2300 танкоинов. Что является довольно хорошим приобретением с первой точки зрения, и я лично сам тоже подумал о том, что это супер бонусная вещь, за 2300 танкоинов можно заформить 4000 танкоинов, если у вас есть все скины. Но не тут-то было, не тут-то было, потому что уже с завтрашнего дня в списке обновлений скин-контейнер, во-первых, обновляется и добавляется новых 2 скина на FreeSXT и на рельсу GT, и при этом все, число танкоинов в скин-контейнеры снижено с 4000 до 1000 единиц. Единиц это именно танкоинов, надеюсь, что танкоинов. А, ну да, танкоинов. И тут меня, конечно, ребяточки, понесло прям жестко. Во-первых, очень сильно надеюсь на то, что это не затронет старые скин-контейнеры, да, если учитывать ту логику, которая была у нас раньше, у нас был момент, когда скин-контейнеры тоже обновлялись, и с кристаллов появились танкоины. Если вдруг завтра я буду заскамлен, да, потому что я сегодня не планирую открывать эти скин-контейнеры, да, но я уверен, что такое может произойти, да, что здесь у меня в этих 5 скин-контейнерах в сумме, грубо говоря, лежит, получается, сколько? По 4, 5, 20 тысяч танкоинов, да, если мы не учитываем скины, да, из которых я уже, к слову, один выбил, да, и осталось у меня как раз-таки здесь 2 скина из 3 скин-контейнеров, и здесь у меня осталось 4 скина, да, то есть в сумме, если даже я открою все эти скин-конты, прямо сейчас, как минимум у меня будет 4000 танкоинов, да, то есть это уже больше в 4 раза, чем предложат мне завтра. Поэтому я очень сильно надеюсь, что, во-первых, меня в этом плане не заскамят, потому что если меня заскамят, я буду очень жестко в тилте, во-первых, и буду очень жестко расстроен, да, ну и вы это все увидите и узнаете в любом случае, поэтому надеюсь, что этого не произойдет. Ну, а самое интересное, это то, что как раз-таки завтрашний элитный пропуск будет стоить 2-300 танкоинов, а если у вас выбиты все скины, и вы покупаете этот скин-контейнер и открываете, вы получаете 1000 танкоинов. То есть, грубо говоря, есть игроки, которые, например, будут в этом заинтересованы, да, и как бы они должны, ну, по логике, заформить с этого всего. Ну, потому что, ну, ты покупаешь за 2-300 танкоинов элитный пропуск, чтобы получить скин-конт и со скин-конта получить бонус. А по итогу ты вместо бонуса получаешь 1000 танкоинов, то есть ты получаешь еще и на 1300 меньше, да, то есть это уже абсолютно невыгодно, да. Да, там можно сказать, что в элитном пропуске есть там ультра-контейнеры, но там 30 ультра-контейнеров, но это вообще, что такое? 30 ультра-контейнеров за 2-300 танкоинов, да, при том, что цена у нас на элитный пропуск выросла, да, цена стала еще больше. И тут, конечно, меня это очень сильно расстроило, так как я считаю, что это абсолютно неправильно. Во-первых, это возвращение к той самой истории, когда у нас сначала делаются вкусные бонусы и потом эти вкусные бонусы забирают, да, так же самое у нас происходит завтра уже со скин-контейнерами. Во-вторых, скин-контейнер получить крайне сложно, а выбить из скин-контейнера все скины, это еще втройне сложнее. И просто так сделать вместо 4 тысяч, которые уже были стабильны, поставить тысячу и при этом добавить элитный пропуск за 2-300 танкоинов, я считаю, что это фулл скам, просто фуловый скам, который только может быть. Да, потому что, ну, в моем понимании это вообще ни в какие ворота не лезет, просто ни в какие ворота. Ну и самое, что меня расстраивает, это то, что реально не открыв сегодня эти скин-контейнеры, я могу еще и быть завтра заскамлен. Если это произойдет так, то я буду расстроен уже, наверное, вдвойне от того, насколько я расстроен сегодня. Так что, вот такие вот пирожки, ребяточки. Дальше, по спискам обновлений, что у нас интересного? Появляются гиперскоростные снаряды на Гаусс, в предыдущем видосе сегодня я уже сказал. Да, урон на большой дистанции вплоть до 300% будет увеличен, снаряды будут лететь еще и быстрее, но критический урон будет полностью отсутствовать. При этом обновляется Гаусса скин до HD, да, теперь перезарядка залпа дополнительно обозначается выходящему из пушки пара. При прекращении появления пара пушка сразу готова стрелять. И также добавляются новые устройства на Гаусс за кристаллы. Улучшение горизонтального сопровождения ускоряет поворот башни и увеличивает вертикальные углы наводки. Интересное устройство. Взломанный процессор наведения значительно увеличивает время удержания захвата цели при потере ее из вида. Хорошая тоже вещь, потому что у меня бывало на Гауссе, что сводка очень быстро слетала. И крупный калибр увеличения урона и уменьшения скорострельности стандартных выстрелов. Прикольно, тоже прикольно. То есть ты дефолтными выстрелами можешь дать тыку и потом дать быструю сводку. При этом у тебя будет скорострельность не перезарядка, а скорострельность меньше. Поэтому посмотрим тоже, как это будет дело работать. И в сводке будет ли дополнительный, например, урон. Это очень круто, что новые устройства у нас на Гаусс появляются. Давно хотелось бы видеть вообще новые устройства в принципе в игре. Ну а тем более за кристаллы на пушку Гаусс. На которые у нас по сути нет ни одного устройства за исключением адреналина, за кристаллы. И с точки зрения изменения именно параметров характеристики. Ну а что касаемо скин-контейнеров, я уже в принципе все сказал. Пишите, что вы думаете по этому всему поводу. Какое мнение у вас на этот счет? Я честно очень сильно расстроен. И с завтрашнего дня в моем понимании слово скин-контейнер меняется на скам-контейнер. Официально это 100%. Так, если вы согласны, обязательно поддержите максимально жестко данный видос. Лайком, активностью в комментариях выскажитесь по этому поводу. Также подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не искать новые видеоролики. Но с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.